Ха-ха-ха-ха! Обзор на этот фильм, только вы это не говорите ему, лады? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кинокиллер и я провожу масштабный степ, поиск осяков и подробный анализ в различных кинофильмах. Да, многие просили за каким-то там хером сделать обзор на этот фильм и вот я решился выполнить это задание. Ну как выполнить? Скорее перередактировать свой самый первый обзор, о котором вы скорее всего узнаете в конце видео. Но это не точно. Ну хватит мять сиськи плоскогрудых дам. Плоскогрудые дамы, я вас все равно люблю. Приступим к обзору на всеми любимый фильм Поворот не туда. Ну а что тут сказать? Все его почему-то любят, ставят ему нефиговые оценки, возводят в нехилый культ, отчего у меня скулы немного сводят. Ну прям самую малость. И я не понимаю, почему тот фильм, который фактически является копипастой холмов Уэса Крэйвена, стал какой-то элитой, в отличие от ремейка тех же холмов, на которые я делал обзор. Почему его все так превозносят? И давайте попробуем выяснить это. Рассмотрим злосчастный поворот не туда. Приступай. Фильм стартует с масштабных пейзажей леса штата Западная Вирджиния и сразу же нам показывают влюбленную парочку скалолазов на отдыхе. Я буду, отдых пройдет у них мирно и спокойно. Парниша, проявляя свою сноровку, понтуется перед дамой, насколько он сильный и выносливый, и забирается первым. Не, это сок из Ашана, я Рич не нашел, будешь? Бабу же кто-то или что-то тащит наверх, но провив смекалку, она отрезает трос и выполняет прыжок Веры с уступа. Ну, думаю, критиковать или стебать этот момент будет мавитоном, ибо в каждом среднестатистическом слэшере есть подобные смерти никому не нужных персонажей, дабы показать, на чем основывается природа страха в этом фильме. Начинаются довольно стильные титры, уж извините, но и опадок на клево скроенные титры в фильмах, в которых нам объясняют, что те, кто прижучил альпинистов, это не чума, не волки и не пьяный егерь дядя Вася, который белочку схватил, а каннибалы-мутанты, довольно неплохо протерроризировавшие окрестности леса, загасив порядком человек 20, если не больше. Эти гоблины, как атомные бомбы, готовы уничтожить все. Они смогли прославиться, и газеты дали им крикуху «Горные люди». Ну, не знаю, в моем представлении «Горные люди» это вот эти ребята. Причем я сразу же нашел косяк этого фильма. Блин, газетам известны местоположения этих выродков и то, как они выглядят, и все злоключения, которые они учудили на территориях леса. Чем там менты занимаются уже давно, могли бы их поймать? Мы переносимся к главному герою по имени Крис, сыгранным довольно неплохим актером Дезмондом Харрингтоном, которого вы можете знать по роли детектива Куина в сериале «Декстер». Или же по роли эмиссара в «Корабле-призраке». Или же по роли фотографа в «Неоновом демоне». Короче, актер немалоизвестный. Это было не круто. Почему стоим? Что там случилось? Тягач опрокинулся в милях пяти отсюда. По всей дороге разлились химиканы. Не знаете, долго их будут убирать? Пару часов. Короче, становится понятно, что нашему Тарапыге нахер не нужно стоять в пробке, так как он опаздывает на собеседование, и поэтому он решает сменить маршрут по проселке, где мобила не ловит. Да и вообще, цивилизация сказала. Но зато у него в машине «Куинс оф достоун Эйдж» играет. Не, ну я, конечно, все понимаю, дебютный альбом этой группы клевый, но на дворе 2003 год. Какого хера ты еще не приобрел себе альбом «Songs for the Death», на котором тебя и вас всех ждут лучшие хиты этой группы? «Millionaire», «No One Knows», «Another Love Song» и, конечно же, неповторимая «Go with the Flow». Ребята, извините, что-то переклинило. За неимением Вариков Крис заезжает на не очень приглядную заправку, где его ожидает не очень приглядный однозубый бандит. Как оказалось, единственным работающим объектом на заправке является однозубый бандит, и Крису ничего не остается, как продолжить путь по проселке без мобилы. «Большое спасибо! Удачи!» «Дорога на удачу и надейся!» «А сейчас, дорогие друзья, мне потребуется помощь одного моего приятеля. Ну, он доктор, он сможет помочь. Доктор Банько, вы на связи?» «Здравствуйте, позвольте представиться. Я доктор Егор Банько, заведующий кафедрой ебанологии и в рот ебистике». «Да, здравствуйте, как вы можете прокомментировать эту сцену?» «Ну, для начала, на дворе уже 2003 год. Дебютник Уотца, конечно же, хорош, но ведь уже вышел альбом Songs for the Death с лучшими...» «Не-не-не, доктор, я про это все сказал». «А, ну тогда...» «Наш субъект проявил крайнюю неаккуратность в вождении автомобиля, запихивая диск в магнитолу, зыркая на дохлого оленя и не обращая внимания на то, что джип, в который он въебался, стоит аж на полдороги. Его бы даже дедок из фильма «Не дыши» увидел. Спасибо вам за помощь, доктор Банько. «Обращайся». «Я же говорил, он профи». «Итак, наш гениально слепой водила разбивает свой мобиль и ехать дальше не может. Машина, которую он расхреначил, принадлежит пятерым молодым раздолбаем. Две влюбленные парочки и одна сексапильная бой-баба». «И я не хочу тратить время на то, чтобы расписывать их подробно, поэтому распишу их кратко». «Да ладно!» «Довалка и укурыш», «Сопля и спринтер», «Бой-баба», ну а крисовый и так, знаете. «Как вы прокололи шины?» «Кто-то бросил колючую проволоку». «И как можно было ее так бросить?» «Проволоку не бросили». «Она была привязана к дереву. Все подстроили». У нас сейчас произойдет то, чего вы не ожидаете. Вы готовы? Готовы? Да, такого в фильмах еще никогда не было. «Вау, это будет неждан». Знаете, что они делают? Они разделяются. «Да нахуй, как ты вообще до этого додумался?» Четверо идут, чтобы найти помощь, а остальные... «Спусти брюки». «Что?» Ну, блин, занимаются непотребством. «Зупер зусь». «Зупер секси». «Зупер изи». «Зупер гайер». «Сработал». Но вы не думайте, что они тут, так сказать, «here to stay». Кукурыш идет на какой-то шорох, давалка идет за ним и... «Ширирот, детка». «Двое выбыли, а остались еще четверо». Хотя кого я обманываю? Бойбаба и Крис выживут, это и езжу, понятно. А те четверо находят конец дороги, свежий костер и... «О, смотрите, смотрите, белка». «Карли, ты и есть хотела». «Ну, по-моему, это не белка». «Это норка». «Это норка». «Это норка». «Это норка». «Это норка». Алло, оператор? Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Свяжите меня с киллером. Простите, но у нас тут как бы все киллеры. Да не нужны мне эти ваши сраные головорезы. Соедините меня с кинокиллером. Поняла вас, соединяю. Да, алло. Диман, у меня нехорошее предчувствие. Что стряслось-то? Кажется, кто-то делает обзор на поворот не туда. Не знаю, почему я позвонил тебе. Может, точно это не ты? Но все-таки, может быть, ты знаешь, кто за этим стоит? Не, не, чувак, я не знаю. Хорошо, но если узнаешь, сообщи. Нужно наказать этого подонка за его наглость. Да, 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 конечно же сообщу, конечно. Ну, давай, там, а то у меня тут дела, обзоры и всякое такое. Да. Удачи. Короче, наш квартет набредает на хижину в лесу. Давайте начинать вечеринку! Не, 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 не в эту хижину. Эй, что ты делаешь? Гляну, нет ли телефона? Нельзя вламываться в чужой дом, Крис. Ребята, у нас две разбитых тачки. Нам нужен телефон. Ага, по внешнему виду жилища? И судя по тому, что туда даже телефонные линии не проведены, вы там скорее труп Джимми Хофф или Мэдисона, который прячется от кавказцев, найдете, нежели телефон. Между нами метает лёд, пусть ждёт. Что за чёрт? Давайте мы быстрее свалим отсюда. Чует моё сердце, здесь нет телефона. Они обхаживают хижину, не могут допетерить, что здесь явно недружелюбные люди живут, так как разносортного барахла тут намного больше, чем в сумочке у среднестатистической девушки. Сопля идёт похезать, и тут они все разом приходят к одному мнению. О, боже. Уходим отсюда! Быстро! Джесси! Эй, в чём дело? Вернёмся к вашим друзьям. А как же телефон? Здесь нет телефона. А раньше никак нельзя было, да? Вас даже автопарк снаружи не смутил. Но тут, как гром среди ясного неба, прискакивают владельцы жилища, а ребята, как муравьи в рассыпную, прячутся по дому. Эта музыка никак к фильму не относится, просто её брутальное жуткое звучание отлично подходит к ситуации. Короче, людоеды потрошат добычу, при этом ни разу не спалив главных героев, хотя шансы у них были, причём несколько. Через некоторое время они ложатся спать, а наши герои решают свалить потихой. Блин, какая напряжёнка. Главное сейчас никакой шум не издать. Ой, б***ь. Давай, быстрее, быстрее! А может, всё-таки сопле удалось посрать, и хозяевам это не особо понравилось? Какая падла мину отложила! У нас водопровода, б***ь, нет! Вставай! Я больше не ладу! Карли, вставай! Ты не видела, что они сделали с Франсисом? Не видела, что видели мы! Карли! Блин, такие персонажи, как сопля, бесят в подобных фильмах. Так и хочется бросить её, чтобы не доставало. Короче, они прискакивают на обширную поляну, где находится местный склад с машинами, и... возвращаемся к уже заданному вопросу. Неужели никто сверху на воздушно-транспортном средстве не спалил, что тут целая гурьба тачек, а неподалёку вполне себе жилая хижина? И учитывая ситуацию с газетами и новостями, никто не отправился на разведку обстановки в этой местности? Блин, почему? Может, потому что ты мудак? Ну, это не исключено. А тем временем... Эй, глянь-ка, там наши нордические педрилы. Пригоняют каннибалу, у которых, походу, там датчики слежения стоят, раз они сразу сюда припёрлись. Короче, так как у них в бошках мозгов меньше, чем у тернозавра, они покидают машину втроём и не оставляют никого её пасти, а у Криса как раз появляется план. Они оставили машину. И что? Нужно угнать её. Как мы это сделаем? Один из нас заманит их в сторону. Остальные быстро угонят машину. И лучший план. Эй! Эй-эй! Я здесь! Эй! А спринтер, дабы оправдать свою кликуху спринтер, решает повторить этот же трюк. Вонючие уроды! Ублён! Не стоп! Стадное чувствует, конечно, паршиво. Вот героям не западло в экстренной ситуации разделиться, а каннибалам, чтобы разом убить двух зайцев, почему-то западло. Наши герои берут на абордаж оставленный пикап и едут подбирать спринтера. Вот он! Стой! Последний станет первым для людоедов. Как раз хотел научиться стрелять из арбалета. Что ты встал? Скотт! Что? Что? Быстрее, Скотт! Нет! Нет! Быстрее! Так, отбросим предъявить, что спринтер она утерла. Вставки из фильмов другие. Извините, тут выбор особо невелик. Я про другое. Каким образом мутант так чётко влепил три стрелы в спринтера? Он стоял в метрах ста, а вокруг чаща, которая усажена различными деревьями. Как он так чётко смог попасть именно в него и ни разу не попасть в деревья? Как им кверху? Понятно. А пока ребята гонят на всех парах, сопля показывает своё отсутствие логики. Прошу тебя, давай вернёмся, умоляю! Чё? Прошу тебя, давай вернёмся, умоляю! Леди, вы в своём уме? Вашего суженого только что в колчан для стрел превратили. Какой вам прок от него в хозяйстве? Ну, кроме как использование его в качестве подушечки для иголок. Они доезжают до обвала на дороге и... Я хочу вернуть его! Заебала! Фак ю! Заебала! Фак ю! Заебала! Слушай, ты, ноющее нечто! Если у тебя в кармане не завалялась монетка безумного Суини из американских богов, умеющая воскрешать мёртвых, то, пожалуйста, залепи свадуло, не беси! Медвежий капкан. Твою мать, госпожа ПМС, что у тебя за странные перепады настроения? Как ты смогла так быстро переключиться от... Вы его парня убили. Да. Криса только что чуть ногу не отхерачила. Кстати, ты только что своим смехом привлекла каннибалов. Буквально через пару секунд они находят сторожевую башню, внутри которой есть и фосфорные палки, и аптечка, и рация. И какао с чаем. Что странно, так как мутанты наверняка захаживали сюда. И что, они все эти ништяки с собой не прихватили? Короче, ребята пытаются позвать на помощь, но вдруг... На пол! Уберите свет! Вот сейчас прям к тему было бы, чтобы какая-то мразота вышла на связь, да? Вау! А чё эти нескладные уички так удивились? Они типа вообще не хотели эту вышку проверять, что ли? Короче, сломав пальцы одному из мутантов, ребята вынуждают каннибалов прибегнуть крайним мерам. Но у тебя же есть план, да? Отсыпь немного. Она права. Нужно прыгать до верхних веток несколько футов. План говно. Я не хочу в нем участвовать. Я блезгую. Мда, что-то ему постоянно приходит идея, как проще всего покалечиться. В стратегии ему нельзя. А вот в шоу «Чудаки» он прошел бы. Доктор Банькова еще с нами? Да, пришел один пациент, но я выкрою для тебя минутку. Что скажете? Ну, полет с высоты где-то 80 метров на ветве деревьев без особых травм ребер и внутренних органов, причем они еще удержаться смогли. Да, это точно что-то из разряда гипотологии и в роткистики. Слышь, док, огромное спасибо тебе за рецептик. Это тусануть охота не с чем. Ты. Я? Какого хрена это чмо делает у вас? Он мой пациент. Я ему лекарства поставляю. Зашибись. Слышь, недокиллер, пасть свою не раскрывай. Подожди зимы, там вот встретимся и померимся силой. Ага, жду не дождусь. Ну, короче, она растягивает мне ширинку и начинает. Ой, все, оба идите нахер. Короче говоря, по их душу на ветви отправляться мелкий мутант, который легким движением топора исполняет мечту многих зрителей. Карлик! А ребята решают разработать план, как обезвредить карлика. Мы забьем этого ублюдка с дерева. Ты подержишь? Да. Он его не грохнет. А ты куда? Постараюсь заманить его сюда. Ты не можешь двигаться быстро. Удачно устроился чувак. Я уверен, что ты тогда специально под пулю бросился, чтобы потом ни хера не делать. Бойбаба выходит и за ней приходит карлик. Они прискакивают к воде. Че? Как они умудрились сюда беспалевно дойти? По веткам, как заправские тарзаны доскакали? Ну да ладно, бойбаба плачется в плечо Крису. И все они бросили работу и привезли меня сюда. Вот какими они были друзьями. Крису похер. Абсолютно похер. Настолько похер, что если бы при нем умирал Хатик, он бы и бровью не повел. Кремень, б***ь! Они ложатся спать, а на утро... Целовать хуй! Это был сон. Один на двоих. Такое бывает. Если с вами такого не бывает, то херово быть вами. Дорога. Что? Дорога, смотри! Как ты спустишься? Я смогу. Дети! Короче, бабу забирают, а Крис напарывается на местного шерифа. Успокойся, парень. Быстрее, помогите ей. Вы меня вызывали из стражевой башни. Я вас повсюду ищу. Заткнись, они убивают людей. Людей? Что за бред? Слушай, парень, я читать не умею, так что не знаю, что там в газетах творится. Да и вообще, я настолько бесполезен, что никто и брови не поведет, когда меня убьют. Ништяк. То есть, ты умудрился спринтера убить в лесу, но тут не смог попасть в главного героя? Откуда же вы все такие метки беретесь, а? Короче, Крис шкерится в кустах, мутант типа такой, похуй, и собирается уезжать. А Крис Аки Заправский Джеймс Бонд вытворяет такой вот фортель. А не дурно получилось. Тем временем в логове. Зупер Зусь, зупер Секси, зупер Изи, зупер Гай. Может, все-таки убьешь ее? Она тебя не полюбит, ты не в ее вкусе. У тебя череп неправильной формы. И тут, когда уже угасла всякая надежда, приходит он. Идет продолжительный махач с мутантом, где Бойбаба помогает Крису, выпуская в Каннибала стрелу. Серьезно? Неужто вы забыли, что еще и третий мутант есть? Чтобы не затягивать, Крис с Бойбабой мочит его и отступает, прихватив волыну. Да ешкин кот, что с этими козлами? Почему они не умирают? Еще эти парни сделаны. Ну и остается финальный аккорд. Давайте, ублюдки, сдохните. Аллах Акбар! И вот, Крис и Баба хватают пикап, заскакивают на заправку однозубого бандита, срывают карту и уезжают вдаль. А вот тут диск Songs for the Death им бы точно пригодился. У них даже пикап подходящий. А, ну да, там еще есть чудная сцена после титров. А для чего она, напомните? А, ну да. И это был фильм Поворот не туда. И скажу так, у меня к нему нейтральное отношение. Два или три года назад, когда я был сторонником того, что не бывает хороших ужастиков, я бы верещал, что этот фильм кусок дерьма, отстой, днище и всякое такое. Но так было раньше, сейчас я его считаю скорее обычным слэшером с обычными косяками, но который не лишен неплохих моментов. Грим хороший, антураж картины может вызвать мурашки, музыка очень атмосферная и жуткая, способы напугать зрителя вполне недурно выполнять свои функции, и актеры радуют глаз. А в остальном, тут масса глупых моментов, порой логики нет, иногда персонажи не вызывают сопереживания. В общем, тут как на чаше весов, все встало на середине. За что я могу похвалить этот фильм? Это за то, что он, являясь слэшером, не ставит задачу вызвать у зрителей рвоту. Сцена насилия тут с гульки носа, вместо этого пытались нагнать саспенс, и, должен признать, он иногда работал. И в принципе, я могу понять любовь к нему и возникновение некого культа. После оригинальных холмов мало было таких слэшеров, которые давят и жесткостью, и саспенсом на зрителя. Извините, но в мейнстрим откровенная расчлененка и кровища вернулась благодаря хостелу и пиле, и в основном тут все заслуги идут хостелу. Я понимаю, за что вы его любите, но я так от него не фанатею. Поворот не туда для меня, это средний фильм, который, ну, можно пару-тройку раз глянуть под певчанское, и на что-то большее он точно не претендует. Но если вам интересно, почему я сделал обзор на этот фильм, хотя и так уже есть все обзоры на все части у Терла, то заскакивайте через пару деньков на мой стрим на основном канале, где я обо всем об этом расскажу. Ну а с вами был Кинокиллер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и еще вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм, все ссылки в описании. Также, если кто-то хочет финансово помочь моему проекту, ссылки на донаты вы найдете также в описании. Спасибо, если поможете. Спасибо вам всем за внимание, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok